Сегодня из Суджанского и Коренёвского районов поступает информация о попытках прорыва границы. Только не в ту сторону, не к нам, а наоборот. В смысле мы прорываем российскую границу, идём на Курск и, похоже, на Брянск. Ну, за что купил, за то продаю. То, что я сейчас рассказал, это вообще сведения, полученные от губернатора Курской области. Он сказал, что пытаются наши на танках прямо прорваться. Ну, прикольно, конечно. Интересно, что это мы решили брать Курск и Брянск особенно. Зачем нам эти города? Вряд ли в них есть что-то для нас привлекательное. Но, видимо, городов получше вдоль российской границы просто не нашлось. Но это шутки шутками. Возможно, наши войска действительно решили взять и создать зону безопасности, чтобы наши мирные города, чтобы Сумы не обстреливали, чтобы Харьков меньше обстреливали. В принципе, создать такую буферную зону в России с парой-тройкой областей Россия не обеднеет, как говорится, от этого, а нам приятно. Шутка, конечно. Но шутка в чем? Я не верю, что наши всерьез решили все-таки оккупировать Курскую и Брянскую области. Возможно, это такой тактический прорыв для того, чтобы устранить какие-то конкретные объекты. Может, аэродром какой разгромить или какие-то стартовые площадки для каких-нибудь ракет Искандер. В принципе, россияне заслужили, поэтому чего уж там, мы только за, безусловно, только за подобного рода военной операции. Пусть Бог будет с нашими солдатами, которые сейчас там прорываются в Российскую Федерацию. А вот шведский прыгун с шестом, Арман Дюплантис, прорвался практически в небо, чуть не пробил небесную твердь. Вчера, я вчера смотрел вечером Олимпиаду, у нас там побед вечером не было, ни у Украины, ни у Израиля. Но зато, ну это был один из красивейших моментов, мне кажется, Олимпийских игр в Париже, когда уже оставшись один, вот все соревнования закончены, все отметали свои диски, отбежали свои 800 метров, и остается один на один с вечностью шведский прыгун с шестом, Арман Дюплантис, красавец такой. Вот такой харизматичный, короче, парень, который установил уже множество мировых рекордов. Это такой Сергей Бубко только на спидах, ну в смысле только веселый. Он не предаст Швецию никогда, вот потом он выйдет на пенсию, уйдет из большого спорта, но останется патриотом Швеции, и если, не дай бог, на Швецию нападет Финляндия, то он станет первым в ряды, я уверен, защитников Швеции от Финляндии. Вот, поэтому он установил столько, вы поняли, я ни на что не намекаю. Вот, поэтому Арман Дюплантис установил столько мировых рекордов, и вот вчера он для разминочки, помните анекдота, русский разминался красненьким, так вот для разминочки этот самый Арман Дюплантис решил побить олимпийский рекорд, чисто чтобы потренироваться перед мировым. Это когда он уже выиграл, уже стал олимпийским чемпионом, типа прыгнул на шесть метров, потом говорит, ну я дайте олимпийский так поразминаться, с первого раза побил олимпийский рекорд 6-10, для сугреву чисто, чтобы не замерзнуть, чтобы не замерзнуть. Ну и потом с третьей попытки взял 6-25 мировой рекорд. Было очень забавно наблюдать за тем, как остальные бегуны, ой, бегуны, прыгуны шестон, то есть те, кто только что с ним соревновался, те, кто только что, собственно, пытался его победить, они помогали ему устанавливать мировой рекорд. Ходили, давали советы, объясняли, что там что-то не так. Так, уходили двое остальных, реально подбадривали песнями. В общем, это был хороший праздник, к сожалению. Этот праздник был во время обстрела массового, массированного обстрела Украины. Ну я, в частности, в Киеве сидел, и вот прямо в тот момент, когда брался олимпийский рекорд, у меня как шандарахнула баллистическая ракета, но до этого мы еще дойдем, чуть позже будем говорить о войне. Не пропустим мы обстрел ни Харькова, ни Херсона, ни Киева, ни Сум. Сегодня много наших городов под обстрелом вчера вечером и сегодня. Пока перенесемся в Южную Америку. Нас заметили, дорогие друзья, нас заметили. Все-таки мы настоящая сила. Канал Штельман, как ни крути, это сила. Мадуро нас заметил и в гроб сходя благословил. Итак, Мадуро, этот самый, как его называют, диктатор Венесуэлы, который поставлен на русских и китайских штыках, в основном занимается торговлей кокаином с Лавровым. И вот этот самый Мадуро, который решил фальсифицировать выборы, вы помните, я рассказывал, начиная с недели назад, так по-прежнему там некие беспорядки продолжаются, потому что Мадуро полностью фальсифицировал результат, он набрал 30%, его оппонент 60%, а он объявил себя победителем. И вот Мадуро заявил, он же воевал уже с Илон Маском, несколько тела, и Маск собирается вернуть Мадуро. Но тут Мадуро все понял. Значит, беспорядки в Венесуэле, в Каракасе, оказывается, по заявлению Мадуро, готовились с сионистскими заговорщиками, а президент Аргентины Милей оказался членом сатанинской секты. Вот откуда Мадуро мог нарисовать сионистских заговорщиков и еще и в комплекте с тем, что президент Аргентины Милей член сатанинской секты. Это было только на канале Штельман. Я объявлял, что Милей как раз главный противник Мадуро, я прям цитировал Милея, это раз, причем аж по-испански даже, это два. И третье, ну, из сионистов только я организовал заговор против Мадуро, только я инициировал беспорядки и всячески призывал к тому, чтобы свергать власть в Венесуэле. Другие сионисты, ну, известные мне, по крайней мере, этим не занимались. Поэтому, дорогие друзья, 473 тысячи подписчиков канала Штельман, вы можете смело считать себя участниками сионистского заговора, начиная с сегодняшнего дня, заговора сионистов по свержению наркобарона Мадуро в Венесуэле. Если кто хочет вступить в сионистский заговор, теперь механизм прост. Раньше надо было подавать заявку через масонов или через Абрамовича, сейчас все просто. Просто подписывайтесь на канал Штельман, внизу подписаться, подписаться, сабскрайб. Если вы это видео видите где-то в ретрансляции на других каналах, не на канале Штельман, на разных его бывает показывают, то внизу будет надпись в описании, в описании к видео. Подпишись на канал Штельман и дальше ссылка на канал Штельман. Синенькая такая. Вы на нее кликаете, переходите на канал Штельман, и вот там надо не прозевать, а нажать кнопку подписаться, или сабскрайб, или подписка. Вот. И тогда все мы участники сионистского заговора, и тогда Мадуро окажется прав. Но это сионистский заговор. Но есть противовес сионистскому заговору, существует все равно рашистский заговор, заговор террористов, в который вступили Иран, Северная Корея и Российская Федерация. Причем, если раньше первым настаивали на этом мы, украинцы, ну, в целом, я, в частности, тоже настаивал, что это одна банда, что Россия и Иран это одно и то же, что Россия и Хамас это одно и то же. Но об этом, впрочем, говорил и Урсула Фандерляйен, и в какой-то степени Джо Байден, что, ну, Джо Байден говорил, Путин и Хамас одно и то же, Урсула Фандерляйен говорила, что Россия и Хамас это одно и то же. А я говорил, это все вообще одни и те же люди, одна организация, одна преступная террористическая организация. РФ, Хамас, Иран, Северная Корея. И вот впервые они вскрылись, что называется. Вскрылись, решили больше не прятаться. Перешли, как говорится, на легальное положение. Сергей Шойгу, бывший министр обороны, а ныне представитель Совета Безопасности Российской Федерации, поехал прямо воевать за Иран физически. Ну, конечно, не с ружьем, а с подарками. Он прилетел в Тегеран вчера. А вчера был необычный день. 5 августа. На 5 августа были намечены боевые стрельбы Ирана по Израилю. Ну, имеется в виду, Иран объявлял, что да, он нанесет удар по Израилю. Пресс-секретарь США госсекретарь США Блинкен заявил, что все, это будет 5 конкретно августа удар иранцев, то ли в виде хизбалы, то ли прямо из Ирана по Израилю. И Сергей Шойгу летит в Иран. Сергей Шойгу летит в Иран. То есть открыто влетит принимать участие в ударе по Израилю. На ум. Шма-Исраэль, как говорится. Проснись. Проснитесь в Израиле, если вы еще собираетесь дружить. Вспомните, где был Шойгу 5 августа. Он провел переговоры с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Ахбаром Ахмадианом. Шойгу на встрече с новым президентом Ирана Пизешкианом заявил, что признателен, что Россия поддержала иранский народ в это трудное время и пришла на помощь. А также, что эпоха гегемонии правления США подходит к концу. Кстати, непонятно, кто кому... А, это президент Ирана объяснил Шойгу, что благодаря, что Россия поддержала иранский народ в это трудное время и пришла на помощь. То есть поставила ракеты Ирану. Поставила ракеты Ирану. Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем. Их уже поставляют. Об этом пишет газета New York Times. Двое иранских чиновников, знакомых с планированием войны, один из которых является членом корпуса Стражей Стамской революции, подтвердили изданию New York Times, что Иран обратился с такой просьбой к России и заявили, что Россия начала поставки современных радаров и средств ПВО. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать эту вещь публично. 5 августа Тегеран посетил высокопоставленный российский чиновник, то есть Шойгу. В это время как раз Иран готовит удар по Израилю. Шойгу встретился с Казишкианом, который возглавляет... Да, и с бригадным генералом Мохаммедом Багири, который, собственно, возглавляет планирование военных ударов по Израилю. Так что теперь россияне и иранцы вместе планируют ракетный удар, военный удар по Израилю. Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине. В 2022 году Иран предоставил России военные беспилотники, и две страны недавно завершили соглашение о решении военного сотрудничества. Дальше. Иранская государственная Лидия показала, как Шойгу и генерал Багири поприветствовали друг друга, встретились глаз на глаз. Ну и дальше широкая встреча. Мы готовы к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам, заявил Шойгу. Региональным это вряд ли по Украине, правильно? Регион это по Ближнему Востоку. Готовы сотрудничеству с Ираном по Ближнему Востоку. Ну и дальше там Багири в ответ в ответном слове сказал, что глубокие, долгосрочные, стратегические. Да, если иранцы просят россиян на ПВО, они используют свои рычаги. Вопрос в том, как россиянам удовлетворить Тегеран, не испортив при этом отношения с Израилем, заявил представитель консалтной компании по вопросам разведки безопасности Суфан Групп Колин Кларк. Конечно. Осталось не испортить отношения с Израилем. Ну вот интересно, Израиль сейчас возьмет и прямо не испортит отношения с россиянами после такого, серьезно? Удар, ну предположительно, какой-то будет. Израиль с большой вероятностью будет либо отвечать, либо вообще наносить превентивный удар, сейчас рассматривается, возможность нанести превентивный удар по Ирану, такое тоже есть, и наткнется там на российское ПВО. В частности, по всей видимости, ПВО будет охранять ядерные объекты. Ну вот, зачитаю вам, собственно, пост Леонида Невзлина. Он, хоть и бывший россиянин, бывший партнер Ходорковского по ЮКОСу, а ныне, давно уже 20 лет, как израильтянин. Информация Нью-Йорк Таймс о возможных поставках российских систем ПВО особенно интересна, говорит, на фоне апрельских событий, пишет Невзлина. А именно, ответы Израиля на попытку внесения удара Ираном с использованием, ну вы помните, короче, не буду полностью начитывать, мы тогда вели с вами репортаж, я вел тогда его из Юрмала с Дэвидом, и мы рассказывали вам про удар Ирана ракетами по Израилю, который был отражен при помощи и израильского ПВО, и сил коалиции. США, Британия, еще другие страны, в том числе Иордания, отражали этот удар. Израиль тогда в ответ атаковал, это уже пишет Невзлин дальше, системы иранской ПВО, прикрывающей один из ключевых ядерных объектов иранского режима в Натанзе. При этом сам ядерный объект атаки не подвергался. Аналитики называли эту атаку сигналом для Тегерана, что Израиль может преодолеть иранскую оборону, нанести удары по самым чувствительным местам. И тогда эскалация прекратилась. И вот сейчас Шайгу, вероятно, привез в Иран варианты решения именно этой проблемы. Россия может обещать Хаминэй защиту самого ценного достижения его кровавого режима, возможность создания ядерной бомбы. В защите нуждаются и энергетические объекты, а также глубоководный порт, который обеспечивает экономику Ирана. Повелась информация, что РФ уже поставила в Иран систему радиоэлектронной борьбы и ракеты Искандер. Бесконечно анонсируя возмедие Израиля в Тегеране, скорее всего, взвешивают риски эскалации, региональной войны для самих себя. И риски эти велики. В случае масштабной атаки Израиль не будет проявлять излишнюю деликатность. Да, ну и наконец там дальше уже идет про то, почему-то через министра иностранных дел Венгрии Петра Сеярта. То есть иранцы предупреждают Израиль, что мы сейчас будем вас атаковать через министра иностранных дел вот Венгрии. Вот как будто Венгрия там находится где-то посредине между Израилем, Ираном и Израилем. Нет, напомню, Венгрия левее и выше сильно. В Европе Венгрия, не в Азии вообще. Чего это министр иностранных дел Венгрии? Большие у нас подозрения насчет министра иностранных дел Венгрии. В общем, ждем с содроганием. Лично я жду развития событий вот этого. И главное, что нужно, мне кажется, помнить в этом контексте, это то, что у нас общий враг у Украины и у Израиля общий враг это Россия и Иран. И нужно добиваться разрушения не только Российской Федерации и режима Путина, но и разрушения Ирана и режима Хаминеи, режима Айитол, так называемого, чтобы установить по-настоящему мир, ну и, естественно, режима Кима в Северной Корее и Кимов в Северной Корее и Лукашенко в единственном числе в Беларуси. Вот это будет настоящая победа воинов света, так сказать, над воинами тьмы. Но главное помнить, что это все, Иран и Россия, все одно и то же. Я снова я и Иран. Назвал я сегодня вот это видео на заставке, как по аналогии, помните, Я снова я и Иран. Был такой фильм с Джимом Керри, я, собственно, взял оттуда плакат Я снова я и Иран. То есть надо помнить, что это все Россия. Я снова я, это Россия, снова Россия и Иран. Что нет никакого по отдельности Хамаса. Нет России, нет Хамаса. Помните, говорили, нет Путина, нет России. Нет России, нет Хамаса. Ну и Иран тоже недолго без России продержится. В свое время мирный процесс на Ближнем Востоке, который потом зашел в тупик, окей, но он хоть как-то пошел и какие-то арабские санкции были сняты, когда развалился Советский Союз. Вот когда развалится Россия, тогда нам в Лежнем Востоке можно будет установить уже и окончательное урегулирование. Вот во что я верю. Потому что только Россия главное препятствие к миру в Израиле. А к миру между Россией и Украиной, к сожалению, препятствий гораздо больше. Тоже, кстати, Россия, но они очень трудно устранимы, как мы видим. И мы все время ищем союзников, ищем тех, кто поможет нам устранить эту Российскую Федерацию, с глобуса, стереть ее. Ищем ее и в российской оппозиции. И поэтому, именно поэтому, по-доброму, я стараюсь бороться за сердца и умы этих самых российских оппозиционеров, которых выпустили из путинских застенков. По-доброму пытаюсь, по-хорошему. Если по-плохому не понимают, пытаюсь по-хорошему. Вот, например, глава МИД Литвы, Габриэлис Ландсбергис, он по-плохому пытается. Министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис выразил несогласие с аргументами, что, в кавычках, простые русские не должны были бы страдать от западных санкций против России, поскольку не могут считаться ответственными за войну, развязанную руководством страны. Вот его сообщение в Твиттере, значит. Ну, все это в ответ, естественно, на заявление вот этих оппозиционеров. Я слышу о невинности обычных россиян, но потом вижу, что обычные россияне убивают обычных украинцев, пишет Ландсбергис, и он, черт возьми, прав, нас не Путин убивает, вчера по нам не Путин стрелял, а обычные россияне, да. Вижу, как обычные российские мамы прощаются с обычными российскими сыновьями и желают им удачи с обычными российскими военными преступлениями. Вижу, как обычные россияне радуются убийством, отметил Ландсбергис. Он продолжил, что этот перечень примеров обычными русскими, которые одевают своих маленьких детей военную форму, делают для них картонные макеты танков для участия в мероприятиях или выстраиваются в форме буквы Z. Обычная Россия больна, пишет Ландсбергис, исцеление будет очень длительным и болезненным процессом, который может начаться только тогда, когда Россия, не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине Россия только продолжит расширяться, поэтому относительно несправедливых санкций против обычных, в кавычках, россиян, что угодно, что тормозит российскую машину от тотальной войны, будет иметь поддержку от обычных литовцев. То есть любые санкции обычные литовцы поддерживают против обычных россиян. Написал Министр иностранного дела Литвы, завершив тред лоссингом «Слава Украине!». И вот смотрите, поимело действие, воздействие, не знаю что, понятно, что не я, но в целом такой вайб, который как бы не поддержал выступление на этой пресс-конференции этих оппозиционеров, мне кажется, уже сделал так, что Яшин пересмотрел свою позицию, прямо честно пересмотрел и извинился. Мне вчера в упреку же писали, что Тельман, значит, слился, конформист, уже дал заднюю. Но извините, человек принес извинения. Человек принес нам, украинцам, извинения. Мы что, должны отталкивать, не принимать? Человек, который был за нас, который публиковал за нас и сидел тоже из-за этой войны, из-за того, что он рассказывал правду о изнасилованиях в Буче, об убийствах в Буче и так далее. Он из-за этого сидел в тюрьме два столетия года. А теперь мы должны его извинения не принимать? Когда человек говорит, слушайте, вышел из тюрьмы, ничего не разобрался, не то сморозил. Я думаю, что надо принимать. И вот уже Карамурза, перевоспитанный, судя по всему, своей супругой, которая сказала, что ему надо пополнить багаж знаний, который он не пополнялся в два с половиной года. Ответственный за то, что творит путинский режим в Украине, лежит и на российском обществе, говорит Карамурза в интервью BBC. Значительная часть которого предпочитает закрывать глаза на происходящее. Ну, тут я могу поспорить, потому что это не потому, что она закрывает глаза. В российском обществе часть закрывает глаза, это наименее ответственное. Но большая часть, значительная, самая значительная, участвует в убийствах, создает оружие, строит его. Три с половиной миллиона работников в военной сфере России, три с половиной миллиона убийц. А сколько их обслуживают? А сколько обслуживает нефтянку? А сколько обслуживает финансирование, Минфина и так далее? Я не про высоких чиновников, я работник Сбербанка. Каждый работник Сбербанка убивает украинцев. Потому что Сбербанк выплачивает огромные дивиденды в казну Российской Федерации. Если вы работаете в Сбербанке, вы, конечно, соучастник, соучастник геноцида украинского народа. Ну, а тот, кто делает ракеты, точно, наверное, соучастник? Правда? А тот, кто в армии служит, ну уж точно участник, прямой, прямой. Не соучастник, а именно участник. Поэтому не то, что кто закрывает глаза. Но я думаю, что, видите, Карамурза, если за один день уже сделал такой прогресс, то что будет дальше? Тем более, что дальше, что он говорит главные слова. Главные слова для настоящего российского оппозиционера, который хочет быть другом Украины. Нельзя позволить Путину победить. Победить должна Украина. Для этого необходимо увеличить военную помощь Украине. Увеличить военную помощь Украине, призвал Карамурза. И говорит, ответственность также иностранных Запада, которыми годами вели дела с Путиным, прекрасно зная, каков он и каковы его планы. Ну, браво, что мы должны полностью согласиться. Наконец-то, вот человек полностью сказал. Знаете? Сегодня слушал Гарри Каспарова, который говорит, ну вот есть же тест на правильного оппозиционера российского, что Украина должна освободить все свои территории, то есть все войска должны быть выведены из Украины. И что, говорит, Крым – это Украина. Вот такой тест, по мнению Каспарова, ну, говорит, ну, например, Пивоваров бы такой тест даже не прошел, который из этой тройки оппозиционеров. Вот действительно, мне интересно, раз он там у Хударковского работал, он подтверждает, что Крым – это Украина, или он из путинских тоже. Тут простое, у нас дилемма проста. Либо ты за Путина, либо ты знаешь, что Крым – это Украина. Все. Любой, кто говорит, Крым – это Россия, наш враг, любой. Любой, кто сомневается в том, что Крым – это Украина, наш враг, по-другому не бывает. У нас тут все однозначно, игр не будет. Да. В России еще же вернулось в обмен на вот этих вот ребят, вернулись вот эти преступники, шпионы. И вы знаете, шпион-нелегал Анну Дульцева, Дульцова, которая притворялась аргентинкой, вот это, у которой дети говорили только на испанском, и думали, что они, люди из цивилизации оказались, значит, российскими детьми, их скоро пошлют на войну и убьют. И они об этом ничего не знают, потому что они же по-русски не говорят. Сейчас их посылают жить в Таганрог, прикиньте, да, людей, которые были уверены, что они аргентинцы. Да нет, на самом деле тут я плачу, а не смеюсь, потому что, сейчас объясню почему. Эта Анна Дульцева поблагодарила вчера спецслужбы Словении за то, что их не разлучили с детьми. Словенская контрразведка не пошла на разлучение их с детьми, Дульцевой поблагодарила спецслужбы Словении. То есть, получается, были на Западе разумные люди, которые понимали, что нельзя вместе со шпионами отдавать в Россию их ни в чем не виноватых детей, которые ни ухом, ни рылом не знали, что они российские шпионы, которые росли в цивилизованной стране цивилизованными людьми. И вдруг их выдают в Россию, просто продали в рабство в русское этих детей. Так вот, оказывается, это сделали спецслужбы Словении. Может, там какие-то агенты русские есть. Кто сделал так, что отдали двух нормальных людей в рабство? Их потом выменивать же придется. Или убивать под Харьковом, когда они с оружием к нам придут. Это ужасная история, правда? И теперь стало ясно, что, оказывается, все-таки были голоса разума, которые не хотели отдавать этих детей. Помните, я про эту историю говорил вам на стриме? То как это могло бы произойти вообще? Ну и заканчивая историю про российскую оппозицию, сегодня в России осужден, заочно приговорен к 7,5 годам заключения, бывший главный редактор Репаблик, Колизев. И я, как всегда, в данной ситуации только выражаю свое соучастие, как сказать, не знаю. Не знаю правильное слово. Потому что это не соболезнование, конечно, а и несочувствие. Солидарность с этим человеком, потому что, конечно же, он арестован заочно за фейки об армии, так называемые. То есть за правду о российских убийцах. То есть он выступил, в общем-то, за нас. Я однажды давал интервью этому изданию Репаблик, я уже не знаю, был ли тогда Колизев главным редактором в этот момент. Я знал, что это российское издание, и я решил, не стесняюсь, так сказать, рассказать все, что я думаю о России, о россиянах, и о российской армии. У меня было, а интервью было не онлайн, в смысле письменное. То есть я ответил на вопросы, или даже писал прям ответы, я сейчас не вспомню. И вы знаете, мне интересно, я думал, они что-нибудь изменят или нет? Это российское издание. Они ничего не изменили. Опубликовали все как есть, за что им очень благодарен, поэтому я приветствую издание под названием Репаблик. Быстренько по Америке и потом уже к нам сюда на войну. В Америке Камала Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух штук. До двух штук. Теперь кандидатами в вице-президенты остаются, возможно, кстати, что к моменту, когда выйдет это видео, оно выйдет чуть позже, вечером, в 6 часов, а я записываю за несколько часов до этого. Может быть, Камала Харрис уже назовет своего кандидата в вице-президенты, но вот остались только двое. Нас осталось, как это, нас осталось только два, нас с тобой, кушка сдохла, ну вы поняли, нас осталось только два. Это губернатор Пенсильвании Джош Шапира и губернатор Миннесоты Тим Уоллс. То есть в финале Джош Шапира и Тим Уоллс это кандидаты в вице-президенты от Камалы Харрис и снова не могу не похвалить себя, любимого, возвеличить себя, как говорится в таких ситуациях, потому что я же в день, когда Байден, ну то есть наследие после ухода Байдена, когда сказали, что будет Камала Харрис, скорее всего, я сказал, а в вице-президенты она возьмет Шапира, без Шапира не получится. Я мало чего знал тогда, когда до кандидатов было штук 15 в вице-президенты, я сказал, что это будет Шапира. Сегодня он уже остался в финале, он вышел в финал из двух. То есть мой прогноз теперь либо сбудется, либо не сбудется. Но Шапира дошел до финальной черты. Наш губернатор в Пенсильвании. В нашем смысле, потому что Шапировский. Шапира наш. Да. Вот. Посмотрим сегодня. Интересно будет понаблюдать. А в это время, наоборот, противоположный вице-президент, вице-президент при Трампе, как говорится, Джей Ди Вэнс, он, по-моему, похож, не по-моему, извините, по мнению некоторых, я тут не влезаю в американские выборы. В общем, кое-что сказал лишнего, наговорил лишнего. Значит, он сказал, он высказался против, как это сказать, господи, он назвал людей бездетными кошатницами, таких, как Камала Харрис. Вице-президента Камалу Харрис он назвал бездетной кошатницей, потому что у Камалы Харрис нет биологических детей, есть дети ее мужа, которые с ними живут, она, муж и его дети. Но вот он назвал, ну, не знаю, в одном доме или нет, но он назвал Камалу Харрис бездетной кошатницей. И, кстати, назвал также других демократов, демократок. И вот уже супруги Джей Ди Вэнса, уши Вэнс, уши Трампа торчат явно, уши Вэнс, пришлось, значит, оправдывать мужа и говорить, что нет, это все было шутка, это все несерьезно, потому что обиделись, естественно, две категории граждан. Бездетные, которых еще много в Америке, как в любой стране, люди без детей, это вообще-то очень распространенное явление, правильно? И кошатники обиделись, то есть все, кто имеет котов, обиделись. А я сразу что-то задумался, а как это получается, Джей Ди Вэнс, то есть меня тоже кошатников считают просто, типа, поэтому недостойным высокого государственного поста, за то, что я кошатник, получается. Представьте, сколько вот кошатников, котов в Америке больше, чем людей. Поэтому Джей Ди Вэнс заработал себе очень много врагов. Я тигр, а не кот, во мне сейчас живет не Леопольд, а Леопард. Причем врагов таких когтистых, понимаете, и усатых заработал себе Джей Ди Вэнс. В общем, мне кажется, большая политическая ошибка, побольше, чем у Ильи Яшина, выступить против кошатников, если ты выдвигаешься в вице-президенты США. Ну и еще вот совсем одно слово буквально про английский язык, но так это. В России вчера объявляли новые списки тех, кто, в этот раз мы в Америке, чтобы два раза не вставать, списки организаций, которые теперь называются нежелательными. И вот, значит, оказалось, что есть организация в России Education First, то есть образование прежде всего, превыше всего. образование убирались, ее объявили нежелательной организацией, а это программа, по которой обучали детей в школах, сотни тысяч детей в России обучали английскому языку, а может быть, даже и взрослые. Они сдавали экзамены, получали сертификаты, и теперь это становится фактически запрещенным. Вот это нам на руку, конечно, вот это надо приветствовать, как любые санкции против России. Тут к России они как бы против себя сами были санкции. Если россияне не будут знать английский язык, то они не смогут осваивать современные технологии, современные достижения науки будут от них далеки, и деградация России ускорится. Поэтому, когда россияне сами на себя накладывают санкции против изучения самим собой английского языка, нам это надо только поприветствовать, я считаю. Ну, в общем, ну, что по войне. Вчера вечером, как я уже сказал, во время как раз-таки прыжка в шестом содрогнулась у меня стены дома, и, ну, не скажу, что прямо, но было громко, было громко, ручно. Сбивали мы, как выяснилось, баллистические ракеты. Причем, с большой вероятностью, это была корейская или корейские баллистические ракеты, которые сбивались над Киевом. Потом еще сбивались беспилотники, но начиналось все с корейских баллистических ракет. Так что, видите, друзья корейцы, северные вы, мне теперь тоже не друзья. Мы теперь знаем, почему нам надо сносить режим Северной Кореи, нам теперь есть за что мстить. Вы бьете по Киеву, северные корейцы, своими сраными ракетами. Без жертв и пожаров, но повреждены дома, автозаправочная станция, посечены фасады. 15 беспилотников сбиты за ночь и 4 ракеты, из которых 2. Вот эти то ли корейские, то ли Искандер, тут точно пока не определить, но предположительно корейские. Сегодня утром россияне ударили уже Искандером по центру Харькова, по жилому району. Врождена поликлиника, под завалами люди, 8 пострадавших, среди них младенец. Удар по центральному району города, плотная жилая застройка, пожар, относительно разрушений и жертв, информация уточняется, это все заявил мэр Харькова, но вот уже уточняется настолько, что 8 раненых, 8 пострадавших. Удар по Херсону из артиллерии и удар по Сумам из артиллерии. В Херсоне есть пострадавшие. Это все за сегодняшнее утро. А вообще за сутки 1050 россиян присоединились к списку вот этих вот обычных россиян, на которых нельзя накладывать санкции, потому что они уже мертвы, на них уже ничего не наложишь. Да, мертвые не потеют и санкциям не поддаются. 4 танка, 8 БТРов, 39 артиллерийских орудий. И там на фронте, видимо, все не очень хорошо у нас, но мы знаем, что на Донеччине россияне медленно наступают. И вот уже вчера принято решение об эвакуации детей из городов Селидова и Новогродовка в Донецкой области. Два города, Селидова и Новогродовка. Оттуда эвакуируются дети. Детей будут эвакуировать вместе с родителями или другими законными представителями. Это все в Покровском и Краматорском районах Донецкой области. Ну, понятно, почему. Главное, чтобы дети не достались россиянам, ведь они их похитят, вы знаете, и будут использовать для своих страшных, ужасных целей. Поэтому детей эвакуируют в первую очередь из таких мест, где могут появиться россияне. Бывают на войне и забавные моменты, конечно, не в самих боевых действиях, а вокруг обсуждения этой войны, особенно когда в дело вступает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Рябков, замминистра Лаврова, заявил, что, оказывается, мы готовили, мы, украинцы, готовили покушение на Путина и Белоусова, министра обороны Российской Федерации, на день военно-морского флота. То есть, чуяло мое сердце, не зря я тогда, в тот день, назвал видос «Путин на дне». Путин отпраздновал на дне. Ну, то есть, на дне, как бы, военно-морского флота, ну и на дне, в смысле, морском. А мы, оказывается, были близки к этому. Я тогда фотографию взял, кто помнит мое тут за тот день видео. А кто пропустил, тебе подпишитесь на канал, тогда ни одного не пропустите. Тут все просто, подпишитесь на канал, Штреман прямо сейчас и лайк поставьте, лайк, 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 лайк. Так вот, я взял из пиратов Карибского моря, как они идут по дну моря, два матроса, помните, два пирата, надев на себя лодку, чтобы был воздух. Вот так должны были идти по дну Путин и Белоусов, согласно плану Главного управления разведки. Упреждающий, превентивный удар. Белоусов позвонил Остину, министру обороны США, и сказал, если вы нас убьете, меня и Путина, ну, украинцы, если меня убьют и Путина убьют, то тогда у нас очень плохие отношения будут с вами. Мы на вас очень обидимся тогда, на Америку. И это все правда, серьезно, это все версия Министерства иностранных дел России, опубликованная во всяких ТАСах, Пегасах, там, московских аргументах и фактах, и пактах, и чем угодно. И, дескать, после этого Остин доложил Байдену, Байден сказал, нет, что вы, нельзя убивать Путина и Белоусова, тем более во время празднования Дня военно-морского флота в Петербурге, а как же мы потом будем зимний брать, если там будет уже плавать мертвый Путин с Белоусовым. И Байден, возмущенный, позвонил Зеленскому, сказал, пожалуйста, Владимир, останови эту атаку. Зеленский позвонил этому самому Буданову и говорит, слушай, Буданов, товарищ генерал, как бы немедленно прекратите убивать Путина и вообще Белоусова и пачкать Неву, не надо засорять Неву трупами военных преступников. Буданов такой, ой, ну не знаю, если успею сейчас остановить, уже, может, уже и поздно, может, уже, как бы, о них, мы не знаем. Вот такая была история, если верить российским официальным лицам, не пропагандистам, не Соловьевым, а официальной версии Российской Федерации. Вот они просто нам на уши мотают лапшу, честное слово. Ну, прямо вот реально. А то, знаете, можно мы позвоним сейчас Остину, скажем, слушайте, вы предупредите русских, что если они хоть раз еще у нас выставят в нашу сторону, у нас с вами, иначе будут очень плохие отношения. Мы очень обидимся. Если бы мы могли Путина с Белоусовым на дне военно-морского флота России, ну, конечно, бы сделали. Ну, какой, в чем вопрос? Конечно, бы сделали. Это технически не так просто сделать. Ну, так просто охраняют все-таки этих людей. Пока что. Поэтому войну заканчивать придется другим способом. Вот Зеленский считает, что можно реализовать формулу мира, а не только нахерить военных преступников. Он, значит, придет Зеленский и подчеркивает необходимость завершить войну на украинских условиях и считает возможным реализовать пункты формулы мира. Это я к разговору о том, что в последнее время стали приклеивать зачем-то Зеленского, что якобы он предложил провести референдум. Он не предлагал провести референдум. Найдите мне. Ссылку, где Зеленский искал, я предлагаю проводить какой-то там референдум о территории. Этого не было. Вранье. Вранье. Так вот, Зеленский поблагодарил, это одно из его обращений вечерних, поблагодарил украинских воинов за удары по российским аэродромам, нефтепереработки, логистики, это наши выходные, то, что мы блестяще их разбомбили. Сказал, что выслушал, значит, доклад Сырского, отметил, что Украине необходимо получить разрешение партнеров наносить длиннобойные удары по России. Там, где есть оккупант, там, откуда Россия наносит удары по Украине, оттуда запускает ракеты, шахеды, бомбы, нам нужно разрешение туда бить. И мы должны защитить жизни наших людей и защитить войну на украинских условиях. На украинских условиях. Зеленский поблагодарил партнеров, которые продолжают давить санкции на Россию, и страны, которые помогают в войне. Санкции должны работать и усиливаться, чтобы Россия не могла их обходить. Чем сложнее Москве будет поддерживать свое военное производство, обеспечивать армию, тем больше это будет реально принуждать Россию к миру. И пункты нашей формулы мира именно поэтому абсолютно возможно реализовать, что мировое большинство давит на Россию, не поддерживая военную активность, и реально хочет вернуть стабильность международным отношениям. Санкции этому способствуют, и настоящий мир будет, будет, если не проявлять слабости, и придерживаться курса на справедливость. Я думаю, отчасти, конечно, президент Зеленский отвечал и российским оппозиционерам, которые как раз в тот день предложили санкции снимать. Снимать, снимать, снимать. Поэтому я сейчас вам расскажу коротенько одну интересную историю по следам выступления Зеленского. Я расскажу вам результаты опроса, которые тут опубликовали, его мало кто почему-то заметил. А мне кажется, это много говорит о нашем обществе, о нас, о наших настроениях, о том, на что на самом деле должны ориентироваться и наши международные партнеры, и чтобы вот я сейчас это в том числе для тех оппозиционеров российских, которых обменяли, которые вышли из тюрьмы, чтобы они понимали, что сейчас в Украине. Я думаю, чтобы мы были на одной странице. Я лучше расскажу, что было. Этот опрос прошел не сильно замеченным, потому что он проводился по заказу МДА, National Democratic Institute, это американский демократический институт. Проводил его наш КМИС, но это как бы данные принадлежат, получается, именно Национальному демократическому институту. И он опубликовал их сейчас, хотя опрос проводился в мае на деньги USAID'а и шведского агентства, шведского государства, я так понимаю, шведского госфонда. И было сравнение ситуации май 22-го, май 23-го, май 24-го. И вот вам, например, сравнение. Значит, как война на вас повлиялась, чем из этого вы столкнулись? Теряли ли вы на войне друзей или членов семьи? Так вот, на мае 20-го, 22-го года, когда войне было три месяца, друзей или членов семьи теряли 20% украинцев. 20% каждый пятый терял друзей на войне. В мае 23-го 44% а в мае 24-го сейчас 80%. 80% украинцев потеряли друзей или родных на войне. Поэтому вы должны понимать, что все десятки миллионов украинцев вот так думают о россиянах. Ведь убили-то их россияне, они не Путин. И нужно понимать, откуда берется такое отношение и почему пытаются ввести санкции именно против всей Российской Федерации. Ухудшилось ли ваше психологическое и психическое состояние здоровья? В 22-м году у 60% ухудшилось, сейчас у 67%. То есть хуже стало, но не сильно. Но ухудшилось. Ну я точно знаю, у меня тоже ухудшилось, тоже дерганный от взрывов, как вы догадываетесь. Правильно? Поэтому ухудшилось, ухудшилось. Я когда попадаю случайно в Европу или в НАТО где-нибудь, не в Украине, а там кондиционер зашумит, а я падаю на пол. Снижение доходов. Ну тут, знаете, в начале войны в 22-м 66% с этим столкнулись, две трети, сейчас уже 61%, то есть доходы-то подросли. Ухудшение физического здоровья, ну то же самое, что с психическим, только больше еще. Если в 22-м году 41% почувствовал ухудшение физического здоровья, сейчас уже 58%, уже почти, ну, больше половины. Ну тоже, война, она никого здоровее-то не делает. Утрата потери работы, тогда столкнулась третья потеря работы, сейчас осталось 23%, потому что все-таки за это время много рабочих мест было создано. Ну и потери жилья, в 22-м году это 6% теряли свое жилье из-за войны, сейчас 10%, потому что россияне планомерно все это время разрушали город за городом. за это время потеряли жилье люди, которые там в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, их в Авдеевке, их дома были уничтожены россиянами. Ну и многие дома в Харькове, конечно, не только в тех городах, которые россияне захватили. Покровске много чего, Роматорске. Дальше идем по этому опросу. Значит, с чем вы согласны, с чем не согласны? Вот это я просто так специально для себя про ЛГБТ. Это чтобы вы понимали, чем отличаются украинцы от россиян, почему мы точно не один народ, и не надо даже заикаться обратно из народов, опять-таки, даже не заикайтесь. Потому что ЛГБТ, люди, представители ЛГБТ, должны быть защищены от дискриминации. Так в Украине считает 70% украинцев, что представители ЛГБТ, сексуальных меньшинств, должны быть защищены от дискредитации. А считают, что не должны быть защищены 18%, а 70% что должны быть? Да? Ну, дальше там такие же права или не такие же, значит, что должны быть равные права у представителей ЛГБТ с представителями гетеросексуального общества, значит, что такие же права должны быть, считает 70%, ну, 68%, а что не такие же, 18%. Вот вы понимаете, насколько Украина не гомофобски настроенная страна, противовес Российской Федерации. Дальше, когда нам рассказывают, что, ну, все, Зеленскому праву отставку, то я вам скажу, опять-таки, простой вопрос, каким из этих институций вы доверяете больше всего? И вот доверяют, ну, причем я соединю две цифры, полностью доверяю, доверяю, да, и противовес не доверяют. На первом месте вооруженные силы Украины, им доверяют 91%, не доверяют 5%, нет, 3%, 3% не доверяют вооруженным силам Украины, 91% доверяют. На втором месте вы будете смеяться, но президент Владимир Зеленский. То есть, это такая наша вторая скрепа на время войны, естественно, так получилось. Доверяют Зеленскому 45%, да, меньше половины, но 45%, а не доверяют 28%. 45-28%. Почуяли разницу, да? На третьем месте, то есть, менее популярной, чем Зеленский, национальная полиция Украины, которая, кстати, рискует жизнью, каждый день, уничтожая русских диверсантов. 40% доверяют национальной полиции, 27% не доверяют. Дальше идет местная власть, Центральная избирательная комиссия, премьер-министр Шмыгаль. 24% доверяют, 38% не доверяют. Вот видите, правительству не доверяют. Ну и дальше суды, генпрокурор, политические партии, все ясно, Верховная Рада тоже. Комментировать не буду. Это я кому хотел сказать, что понятно, что вооруженные силы Украины, это тем людям из российской оппозиции, которые говорят, нельзя донатить вооруженным силам Украины. А вы знаете, а мы им всем доверяем. То есть вы против нас, получается, да? Зайчики. Дальше. Насчет того, что там надо садиться за стол переговоров. Вот что для нас приемлемо, а что нет. Простой вопрос. Возможно ли, приемлемо ли для вас, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО ради какого-то компромисса, ради мира? Заметьте, не от территории, не от Крыма, а от вступления в НАТО, чтобы Украина отказалась. Значит, это неприемлемо для 71% украинцев и приемлемо до 23%. То есть три четверти. Это неприемлемо, четверть приемлемо. А это только россияне хотят как базовые уступки. Базовые. Для Путина это условие для переговоров, чтобы мы отказались от вступления в НАТО. А у нас 75% говорят, нет, мы не согласны. Если условием мира будет отказ от вступления в НАТО, мы не согласны. А на вариант, который сгоряча, напомню, предложил Илья Яшин, что, дескать, давайте по линии разделения оставим сейчас мир, да, то из украинцев с этим не согласны 77%. Согласны 19%. 77% не согласны. То есть больше, чем три четверти. Чтобы нам не рассказывали, как нам надо садиться за стол переговоров, вот учитывайте, изучите это исследование американского НДА, Американского Демократического Института. Из этого исходите в разговорах с нами и в предложениях, которые вы выдвигаете. Так будет честно. Так, мне кажется, будет честно. Какой бы вы хотели видеть Украину в 2030 году? Страной, членом Евросоюза хотели бы видеть, говорят, 90% сейчас. Причем, хотел бы 90%, а верю, что в 2030 году мы будем членом ЕС, 77% говорят. Я, кстати, не верю. Ну, в 2030 году я не верю, мы не успеем. 6 лет всего осталось. Я вам не успеваю 500 тысяч подписчиков набрать, а вы хотите, чтобы мы успели Евросоюз. Что мы будем членом НАТО? 84% хотели бы, 71% верят, что это будет. Я тоже не верю, слишком быстро. Ну, простите, не верю. Вот. Ну, и насчет того, что кто нам там выборы предлагал, 72% считают, что выборы надо проводить после окончания войны. Ну, и в самом заключении, что еще хочу сказать? Какие еще есть парочка новостей веселых из России? А, ну вот, собственно, одной новостью последней и закончу. В Российской Федерации в школах теперь будут изучать героев. Ну, у них уроки истории, как понятно. В качестве героев будут изучать жизненный путь Моторолы, Жоги и Дарьи Дугиной, которые, да, вот этого еще, что татарского-то забыли. С 1 сентября учителя истории в российских школах должны будут уделять больше внимания рассказам о героях России, включая рассказы героев СВО. Педагогам и школьникам рекомендовано уделить особое внимание опубликованному Минпросвещением списку «Наши герои», который размещен на информационном портале «Единое содержание общего образования». В нем представлены Александр Невский, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, это почему мы Пушкина кэнселим, да? Так что вот он вместе с Моторолой теперь. Дмитрий Менделеев, Идельштейн, Изенштейн, извините, не Идельштейн, конечно, да простит меня сейчас бывший представитель Кнессета и представитель комиссии по иностранным делам Кнессета. Сергей Изенштейн, Юрий Никунин, это клоуны и кошки, Анна Алексахина, Юрий Гагарин, Рихард Зорге, которого обменяли на очередных там, кстати, видимо, да? Вот. И также Арсен Павлов, это Моторола, Ольга Кучара, Владимир Жога, Александр Овечкин, хоккеист, за Вашингтон, кстати, играет, как ни странно, Валерий Георгиев, это который любит на развалинах, где запах мертвых детей, устраивать музыкальные концерты дирижером в Сирии, так делал, в Южной Осетии, в Донецке, и Дарья Дугина. Вот такой замечательный список. Поэтому, если вы встретите учителя истории в Российской Федерации, знайте, либо вы встретили его в тюрьме, либо он все вот это сейчас вливает в уши несчастным российским детям и делает из них новое поколение русских фашистов. Вы смотрите «Стримат» за сегодня от 6 августа. Тата. Редактор субтитров А.Семкин